Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Муж несколько дней назад, спонтанно по крайней мере для меня, уехал работать в длительную командировку впервые за всю нашу совместную жизнь. Ну, ситуация здесь такая, что вы пытаетесь на самом деле контролировать поведение своего мужа. Вы пишите, что впервые за вашу совместную жизнь, то есть за этого вы 15 лет, получается, всё время были вместе. Вот, и, соответственно, такая форма, модель отношений, по-видимому, привела к тому, что вы стали психонационально от него зависимым. То есть размылись личные границы, вот, нарушилась целостность личности, и если вам так комфортно, то мужа может быть нет. Поэтому здесь история про то, что это вам, для вас эта проблема. А история про то, что в этом вы, вероятно, чувствуете себя, ну, брошенной, например, и так далее. Вот. Вы пишите, я всегда была против его поездок на заработки. Вот. Опять же, тут довольно интересный, как мне кажется, аспект, вот, потому что, что значит против? Ну, против это как? То есть у человека есть своё решение, да? Вот. То есть человек принимает решение, как ему распорядиться своей жизнью, своими ресурсами. Вот. Что значит вы против? То есть давайте вот опять же, субъективно попробуем посмотреть. Вы против из чего? Тем более, что зарабатывает он и по месту жительства неплохо. Но это вы за него решаете. То есть это такая, получается, как бы, родительская позиция. Но мы обоим по 50 лет, брака 15 лет, сыну 14 лет. Год назад получил сильные травмы. Сейчас проходит операция, реабилитация, восстановление идёт сложно. Сочувствую. Сочувствую вашему гуру. Вот. Надеюсь, что всё будет хорошо. Вы пишите, что вам по 50 лет, брака вы 15 лет. Угу. Что изначально между вами и вашим мужем было общего? То есть как, грубо говоря, вы сошлись? Вот. Что вас объединяет, что вас связывает и так далее. По вашему описанию, как вы описываете. Дальше. Некоторые вещи. А у меня есть, вот, некоторые, скажем так, подозрения. К тому, как вы воспринимаете друг друга. Вот. Ну, может быть, я ошибаюсь. Поэтому нужно в этом убедиться. Вот. Давайте убеждаться. Давайте убеждаться. Будем. Тогда и... Вы попробуйте рассказать, что между вами и вашим мужем общего. Что вас объединяет. А, дальше. Значит так. Сыну 14 лет, но он получил сильные травмы. Как вы воспринялись мужем это. Как он, как вы. У меня такое впечатление, что муж не именно за деньгами поехал, а чтобы убежать от отдающих проблем с лишением сына и вообще домашней рутины, так сказать. Ну, может быть. Это всего лишь означает, что он не чувствует себя хорошо в этом, свободно в этом. То есть с вами. Не чувствует себя партнером, да. Не чувствует себя субъектом, который вместе с другим, получается, и партнером, и приятелливая трудности. И вот. Ну и... Вопрос. Значит заключается в том, значит, как вы сможем организовывать свою коммуникацию. Понимаете, да? Вот. Дальше. Уехал на короткий срок, чтобы на две недели кого-то подменить, но в разговорах уже прозвучало, что работать там можно сколько хочешь. Ну, опять же, опять же, Алина, вот, чувствуется, что все мысли у вас как-то о мужа, да. То есть есть ощущение, что вот не о себе, не о себе вы как-то думаете, да, а о мужа. Его контролируете. Вот. В данном случае. Мне сейчас психологически очень тяжело. Да, из-за чего эти чувства вам нужно прожить. Психологом лучше. Нам уже сильная обида. Да, и обиду тоже нужно прожить. Но хочется обратить внимание, что обида – это чувство несколько детское. связанное с ожиданиями от, значит, человека и связанное с тем, что вы возлагаете на него, значит, ответственность за свои желания. Вот. Понимаете, да? То есть перекладываете ответственность на него за свои желания, за то, что вы хотите. Вот. Отсюда появляется обида у вас. Вот. Как мне видят. Поэтому этот момент нужно и важно отследить. Вот. И, значит, по-другому к этому относится. Вот. По-другому это… По-другому это направлять. Ну, по-другому это направлять. Не так, как вы это делаете сейчас. Потому что сейчас то, что у вас, вот, возникает, да, это, вот, как раз только обидится. Вот. Дальше. Значит, так. Скучаю сильно. Это, с одной стороны, зависимо от мужа, с другой стороны, это история про то, что вы подавляете что-то в себе. Сколько это про это. Еще боюсь, что, как говорится, седина в бороду без ребра бросится мне, потому что надоело. А, опять же, чего именно вы боитесь? То есть, ну, вот, страх. Понимаете, страх Алины – это личная ваша проблема. И с ней нужно работать. Вот. Со страхами нужно работать. Чего вы боитесь? Я думаю, что это, вот, как-то, в какой-то степени непринятие чего-то себе, да, то есть, что я, вот, плохая, да, и меня просто и подтвердят то, что я плохая. За годы жизни бывало всякое, но последние годы отношения были, как мне казалось, даже слишком гладкие и хорошие. Это тоже вызывало тревогу. Такого не может быть. Муж ежедневно звонит, как правильно вести себя, чтобы не усугубить отношения с мужем, и он все-таки хотел вернуться домой, как правильно до него достучаться, что семья плохо от этих его поездок. Ну, вот, последнее является манипуляция, если мне плохо от этих его поездок, то есть, кто есть семья, что есть семья. Если вы ее сын, вы переживаете одно, сын – другое. Вот. Поэтому давайте как-то объединять не будем. Вот. Опять же, то, что кому-то плохо – это его личная ответственность, и, как бы, другой человек, ну, формально, да и неформально ответственности за это не несет, если вас обеспечивают и так далее. Вот. Поэтому это вот манипулативная история, а вот чтобы ему хотелось вернуться, да просто делитесь с ним, выражайте свои чувства к нему, коммуницируйте, но коммуницируйте, как бы, как его друг, как его женщина. Вот. А не как родители. Очень хочется поругаться и всеми высказать – это подавленная агрессия вами. Вот. Это подавленная агрессия ваша. Значит, вы сдерживаете агрессию, а теперь хочется поругаться. А пробовав мягкой формы донести, но это совсем не действует, он говорит, типа, не ну, я стараюсь ради семьи. Ну, опять же, а как вы это делали? По закону я подозреваю, что для него это способ разнообразие в своей жизни возможно изменить полностью. А почему, Алина, вы ему это запрещаете? Может быть, действительно так. То есть, понимаете, да, вы не готовы человека отпустить. Вот. Это привязка, это зависимость. Тут лучше бы с этим поработать. А ещё дело в том, что он не разрешает, по сути, не общаться с другими людьми по разным причинам. Так это не здоровые истории, что он не разрешает вам общаться с другими людьми. Вот. Это созависимость и контроль. Вот причина вашей агрессии, например, и зависимости. Вот. Чувствую, что в семье что-то неладно, но не понимаю, как можно, как по-умному себя вести, чтобы именно попытаться сохранить семью и хорошие отношения. Сначала разобраться в себе. Я думаю так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.